здравствуйте друзья вы все знаете что на днях ну буквально там до 5 мая месяц назад был розыгрыш гринкарт лотерея 9 2016 и следующий вопрос как бы поскольку та лотерея состоялась и с ней уже осталось только так технически разобраться тем кто победил следующий вопрос это будет ли лотерея 2017 состоится ли она в начале октября прием заявлений в начале октября 2015 года что будет я отправился вчера изучать что вообще происходит значит первое что меня я не хочу сказать потрясло но я хочу сказать насторожило невероятно десятки то есть несколько страниц в гугле выходит каких-то липовых контор которые говорят что вот прямо сейчас регистрируетесь на лотерею 2017 9 2017 то есть грубо говоря им предлагают сегодня заплатить деньги и как под видом того что они регистрируются в той лотереи причем я внимательно почитал тексты как они это пишут и там в названиях но они не могут тебе подставить да вот этот урл они могут себе поставить джио уви но они этот джио уви ставят но это . джио уви они не могут но они ставят его внутрь туда они пишут ю с джио уви лотереи там еще что то вот эти все ключевые слова присутствуют они пытаются создать впечатление что это какие-то как бы государственные что ли сайте то есть они не пишут мы являемся веб-сайта там департмент такой то такой то но они косят под это то есть грубо говоря люди совсем наивные и может быть даже и не совсем но не изощренные безусловно в каком-то количестве должны на все попадаться и какие-то деньги там за это платить и так далее и я хочу предупредить но я не знаю я не думаю что наша аудитория уже такие прямо наивные люди как я не знаю что они готовы кого-то деньги заплатить но это абсолютнейшая кидала и если лотерея состоится да а никто не знает состоится она или нет мы можем только предполагать вот потому что по нынешнему закону она должна состояться а поскольку закон может измениться и для этого есть некоторое время есть некоторое время но вот пару месяцев точно есть прежде чем законодатели уйдут в отпуск и есть есть время то единственное место где можно будет на нее как бы подписаться видов заявление подать это веб-сайт департамента который этим занимается и как бы это должен быть государственный веб-сайт все ссылки там вы на форуме можете найти других наших видео где мы об этом говорим или ближе к делу но во всяком случае до начала октября не рыпайтесь и никому денег не давайте это вообще совершенно бесплатное мероприятие всюду где хотят деньги это кидалом теперь ну хорошо а состоится она или не состоится значит я пошел почитать я сказал значит что происходит и и не очень как бы вообще пишут на эту тему то есть кроме вот этих вот кидальщиков которые пытаются на ранней стадии какой-то денежкой значит подножиться ничего особо нет тогда я начал по средства массовой информации которые на эту тему пишут там есть у латинос есть несколько изданий которые этим занимаются вообще иммиграционными делами короче ничего нет ну то есть в ноль да про будущее лотерея пишут в ноль тогда я начал смотреть нет ли чего такого какой-то активности по части вообще иммиграционной политики может какая реформа может быть какие-то изменения но может быть что-то и как сказать пишут какие-то вещи но такое ощущение что никто никогда никому никакой реформы не обещал вот я имею ввиду выборы последние которые в ноябре состоялись когда значит республиканцы там громко кричали размахивали копьями что они сейчас как вот придут так как они это сделают реформу какой так уже полгода прошло значит нет ничего нет не не только нет но толком даже не обсуждается все друг друга обвиняют что мол вот та сторона не заинтересованная значит республиканцев обвиняют том что они могли бы но ничего не делают президента обаму обвиняют в том что поскольку с республиканцами договориться он все равно не сможет то он должен делать executive всякие orders то есть такими декретами президентскими это делать вообще не ну как бы без всякой связи с республиканцем но у него не очень получает вот он был этот замахнулся там 5 миллионов человек с половиной чтобы депортировать было нельзя там по определенным признакам но дело в том что в суд подали на него и и суд приостановил до рассмотрения пытались отменить вот эту приостановку до рассмотрения но опять же суд сказал что нет 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 мы пока приостановим то есть приостановка остается в силе то есть судебная власть тормознула обама с его этими вот реформе пони не депортации определенных категорий нелегальных иммигрантов действительно там значительная часть их это люди которые лет по десять стране находится не то что тут вчера приехали границу перебежали нет и на них тут хорошо и корни пустили и дети подросли и так далее так что сказать что что-то произойдет или не произойдет мы не мы не можем я просто к чему это говорю что много дискуссий на эту тему и одни говорят что будет другие гад что не будет все это происходит на почве того что они верят в то что будет или в то что не будет значит единственное что можно сказать что никто ничего не знает если он во что-то верит туда ему бог здоровья но 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 это не то же самое что он точно бы знал или допустим там не точно бы знал но есть шанс потому что что-то происходит ничего не происходит такого чтобы было видно может быть закулисно что-то происходит мы мы не знаем сегодня этого и в общем тут что еще происходит в стране происходит выдвижение кандидатов на пост президента уже глядишь там через полтора года выборы и соответственно это такая опасная зона иммиграция это очень опасная зона где особенно у республиканцев так скажем особенно у республиканцев если они какой-то реформы не произведут то на президентских выборах а там ведь не только президента выбирают там еще выбирают треть сената и полностью палату представителей в палате представителей разных в два года выборы полностью а сенат выбирается на 6 лет соответственно каждые два года когда выбирается конгресс палата представителей значит треть палаты треть сената обновляется и соответственно там раз четыре года в какой-то точке тоже этого процесса избирается президент так вот к президентским выборам если ничего не произойдет в иммиграционной реформе сдвиги у республиканцев могут быть серьезные проблемы то есть как бы пишут об этом со стороны latinos вот их их голосов потому что до них все свалит так что но и и и опять и и демократы боятся потому что они как бы сказать их их обвинят в том что они могли президентской властью сделать какой-нибудь там декрет и не сделали этот декрет в общем вот такая сложная политика очень много очень много там значит таких подводных и течений которые так сверху не видны обсуждаются обсуждаются с либералами обсуждаются консерваторами надо сказать что консерваторы за последнее время стали более консервативны то есть как бы мысли о том чтобы легализовать кого-то кто в стране нелегально становится все более и более неприемлемы для них пострадать на выборах в на участках республиканцы толком не могут потому что там я республиканцы выбрана там латинос практически не то есть их избиратель не осудит своих там конгрессменов за то что тот был против иммиграционной реформы а скорее даже и наоборот вот в этом смысле демократам надо больше показывать что они за эту реформу чтобы вот латинос который у них в округах чтобы как бы мотивировать поддержать на свою сторону склонить в общем трудно все это читается и так много всего что не хочет на самом деле это даже особо глубоко обникать наша задача достаточно поверхностная мы хотим понять что у нас есть или у нас нет возможности вот вот с этим поработать и такое ощущение что не очень есть так что ничего сказать нельзя вот это я констатирую можете сказать мог бы и покороче это сказать это правда мог бы покороче но вот просто я думал вам может быть детали интересны вот такие на сегодня детали счастливы ребят и если что-то будет появляться я непременно отслежу и расскажу